Это большое событие, которое позволяет нам действительно сохранить преемственность в изучении этого региона. И в первую очередь, конечно же, со словами благодарности того, что такие уважаемые гости сегодня собрались на презентации этого собрания сочинений, я хотел бы передать слово Дмитрию Анатольевичу Функу, доктору исторических наук, профессору и директору Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук. Фигура Николая Николаевича Микоха Маклая одна из, наверное, знаковых, если не сказать культовых, в истории нашей науки, то уж абсолютно точно. Но она, безусловно, гораздо более важна, о чем все мы абсолютно точно знаем, потому что это человек и с уникальной, и четко проявленной гражданской позицией, и человек, которому все-таки этнография, как мне представляется, именно ему обязана открытием длительного этнографического поля. Это огромный блок трудов, который он оставил в виде дневников, путевых заметок, рисунков, уникальные, разнообразные материалы. И абсолютно точно в случае с Николаем Николаевичем мы бы не имели вот это богатство мыслей, материалов по уникальному региону, который называется Океане, если бы не исследователи, которые потом бы взялись за этот архив, привели его в порядок, обнаружили все эти материалы. Подготовили все это к печати. В этом смысле огромная, конечно, благодарность тому поколению, о котором сегодня явно будет сказано еще много хороших слов, которое в течение, ну как минимум десятилетий, я думаю, даже больше, вело подготовку над первым изданием шеститомника во главе с Даниилом Давыдовичем Тумархимом. Без него, я думаю, что эти тома абсолютно точно не были бы такими, какими мы имеем их сейчас. Прошло 30 лет, плюс-минус будем говорить, да, с момента первого издания шеститомника. И очень хорошо, что Николай Николаевич, которого мы видим сегодня здесь, и который ведет эту презентацию, решил осуществить поистине амбициозный проект, именно таким представляется проект переиздания, второго издания этого шеститомника, но с некими дополнениями и уточнениями, которые можно было сделать вот на нашем сегодняшнем уровне знания, по крайней мере, убрать часть неточности, которые закрались в то издание, которое было 30 лет назад. Я думаю, что, поскольку Маклай вписан и в историю нашей науки, он значится во всех учебниках, появление вот этого нового издания, оно действительно знаково, оно будет способствовать тому, что мы получим еще, ну, я не знаю, надеюсь, несколько десятков хотя бы ребятишек с горящими глазами, которые поступят на соответствующие факультеты, придут на соответствующие кафедры, потому что, если бы не тот самый берег Маклая, и не то, что сделал Николай Николаевич Миклуха Маклай в то время, я не уверен, что наше присутствие, в данном случае российское, в этом далеком регионе, имело бы сейчас такие же конфигурации без этого. Я думаю, что его вклад в это очень-очень значительный, его предстоит еще оценить, ну, и укреплять, безусловно. Да, для нас, для института, имя его Николай Николаевич Миклуха Маклая у нашего института, помимо ордена дружбы, который мы имеем, и во всех наших регалиях это указывается, для нас это имя очень важно, конечно, и то, что в свое время такое издание было осуществлено, это нужно отдать должное поколению старших исследователей, недавно ушедшего от нас Данил Давыдовича Тумаркина, и то, что родилось вот такое, сначала общественное движение, сейчас уже можно сказать, такой полупрофессиональный общественный фонд, это очень хорошо, и именно они смогли, наверное, сделать то, что, может быть, институт, или только сугубо лишь в одиночку академического сообщества, наверное, бы не сделало. Они издали в очень современной форме, не утратив и графические все рисунки, очень важная часть этого издания, все это сохранилось, я внимательно посмотрел, и текст тоже выглядит очень хорошо, то есть это хорошее современное издание, и очень важно, что оно будет как в бумажной форме, так и доступно в интернете, чего у старого издания не было. И вот это огромный шаг вперед здесь, в том, что сейчас энтузиасты называют Маклари-ведением. По крайней мере, если вещь идет о возможных перспективах, я бы обратил внимание, попросил бы фонд и тех, кто у нас в институте этим занимается, или в других институтах, обратить внимание, ну, во-первых, на коллекции, которые есть, Маклаевские, да, и камеры, и других, наверное, местах, и архивы, и рисунки, которые есть, по-моему, в РГО. То есть они заслуживают, наверное, более такого полного и научного издания, уже отталкиваясь вот от этого, чтобы не останавливаться на том, что уже сделано. Поэтому я, конечно, поздравляю и выражаю благодарность и уважение тем, что этот путь исполнен, и его нужно всячески продвигать, наверное, сделать его доступным. Мы, понимая важность, актуальность проблематики, связанные с изучением региона, специально создали центр изучения южно-тихоокеанского региона. Мы приветствуем и считаем, что, поскольку базовый текст, первый текст, это исключительно результат работы большого коллектива исследователей Института технологии и антропологии, и мы тоже свою небольшую, насколько мы могли, лепту внесли, и в результате вот этого сотрудничества научного появилось хорошее издание, современное издание, которое соответствует требованиям времени. Николай Николаевич Николуха Маклай являлся основоположником этнографического изучения Новой Гвинеи и Океани в целом. И, можно сказать, его труды стали своеобразным импульсом, толчком, по которому стала в дальнейшем развиваться отечественная этнокеанистика. Более того, пребывая на берегах Маклая в 19-17-м годах, я убедился, что местные жители бонгуанцы прекрасно помнят по великому русскому ученому, его фигура стала центральным персонажем в их местном вольтюре. Я считаю, что в дальнейшем труды Николуха Маклая должны быть переведены и на английский язык, и на язык турпийский, чтобы сами попуанцы имели возможность знакомиться с трудами нашего великого ученого. Ну и отдельно хотелось бы сказать, что в трудах Николуха Маклая содержатся ценные этнографические сведения не только по Океане, но и по другим регионам, в частности по Юго-Восточной Азии и даже по Южной Америке. И думаю, что в дальнейшем эти труды должны лежать в основе учебных и образовательных программ в вузах и даже в средних школах. Обязан сказать о важности того издания, которое было подготовлено Институтом этнологии и антропологии в 1990-1999 годах. Десяти лет ей пришла работа над этим изданием большим коллективом высококлассных специалистов Российской Академии наук не только из Института этнологии, однако на Институте этнологии под руководством Дениса Давидовича-Темаркин и выпустил это большое издание, которое вышло в свет не за один раз, на которое было потрачено много лет. Мне повезло общаться с Денис Давидовичем, который неоднократно говорил о выпуске и необходимости переиздания этого шеститомного издания по той причине, что последние выпуски выходили на очень некачественной бумаге, которая, к сожалению, не выдержала бы еще и десятка лет. И, соответственно, все труды тех высококлассных специалистов, людей, которые отдали не один десяток лет для того, чтобы сохранить последние Макклая, просто было бы потеряно. Это одна из самых главных мечт, мечтаний была во время наших разговоров с ними. Более того, мы говорили и о необходимости оцифровки этого издания. Работа началась с мысли о том, чтобы просто оцифровать это издание и выпустить его как репринтное. И это была первая задача, которую мы хотели выполнить. Само издание, самое главное, оно представлено в современном виде, в виде 500 экземпляров вышло в свет. Однако более ценно то, что оно сейчас доступно и в электронном виде. Здесь была большая работа, которая была проведена сразу же коллективом. Коллективом и учреждениями, могучими учреждениями с мировым именем. Это институтом этнологии и антропологии, это институтом востоковедения, это фондами Николиха Маклая. И все это дело выпущено благодаря программной деятельности, благодаря Российскому фонду культуры, с которым мы сотрудничали и который увидел необходимость в финансировании подобной программы для того, чтобы это издание могло безвозмездно распространяться. Я бесконечно благодарна за тот огромный труд, который вы делаете, за память от Минилда Выписку Маркини и за то, что сегодня меня пригласили на эту потрясающую презентацию. Книги действительно красивые, интересные и яркие. Эти книги заслуживают того, чтобы они выглядели, были в таком виде изданы. И Данил Давыдович, конечно, мечтал об этом. Надо сказать, что имя Николая Николаевича Миклуха Маклая уже давно вошло в обиход нашей семьи, потому что Данил Давыдович посвятил время свое, время семьи и весь свой научный талант ученого. У меня было очень много всего видно, как работали Данил Давыдович и большая его помощница, преданная, неизменная, Людмила Алексеевна Иванова. Я не встречала в своей жизни более преданного архивиста, человек, который готов работать бесконечно с музейными материалами, музейными коллекциями. Это, конечно, наследие Маклая. Хотелось бы, чтобы это наследие становилось постоянным всего мира. Я вам очень признательна за инициативу подготовки этого издания и очень благодарна вам за ваши действия, активность в плане оживления южно-тихоокеанского направления в нашей науке отечественной. Это издание, оно уже традиционно входит в золотую коллекцию этнографическую в России, и оно является своего рода учебником, как нужно вести научные исследования и каким должен быть исследователь и антрополог. Масштаб личности и вообще биография Миклуха Маклая нам это ярко демонстрирует. Я думаю, что переиздание, собрание сочинений, тем более в таком доступном электронном виде, должно быть в библиотеках не только научных институтов, оно должно быть в библиотеках всех вузов, исторических факультетов, это уже совершенно бесспорно. Рисунки Миклуха Маклая – это не просто эстетическое, это не просто документирование, это скрытые, каждый рисунок – это скрытое письмо, которое могут прочитать местные жители. То есть вот это для нас новый путь для продолжения того, что сделал Миклуха Маклай, и это будет известно во всем мире, здесь даже дело уже не в языке, а дело в вовлечении местных жителей на всех тех островах, местах, где Миклуха Маклай побывал. Хотелось бы, чтобы безвозмездное издание послужило, а не просто легло на полку, во благо науки человеческих, как хотел Миклуха Маклая. И Анда уже сказал, что умирая Миклуха Маклая не представлял и не думал о том, что его труды будут сохранены. Последние его слова были о том, что, наверное, все мои труды пропадут. И вот приятно и отрадно понимать, что действительно работа говорит сама за себя, не слова, а именно работа человека, которая заставила в дальнейшем следующие поколения, обратившись к этим работам, начать действия по продолжению его наследия и использованию его наследия, что немаловажно, потому что, как мне кажется, потомки, а мы потомки наших исследователей, потомки наших тех поколений людей, которые вложили в это, они должны пользоваться, конечно, плодами этих трудов. И я очень рад, что мы можем дать возможности нашим младшим потомкам в дальнейшем пользоваться благодаря электронной версии, потому что теперь это абсолютно действительно доступно для каждого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok